Здравствуйте, с вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Сегодня будем заниматься комнатными растениями. Присоединяйтесь! Зимой у дачников появляется немного свободного времени, а прилавки магазинов садовых заставлены красиво цветущими растениями. Я не удержалась и приобрела, на мой взгляд, очень интересную расцветку бегонии. Я довольно часто слышу рекомендации по уходу за растениями, что зимой растения пересаживать нельзя. Только что купленное растение пересаживать нельзя. Цветущее растение пересаживать нельзя. А я на все это нельзя, отвечаю можно. И отвечаю я так, не на пустом месте, это мой опыт, но существует правило. Большинство растений, которые мы выращиваем на подоконнике, это выходцы из тропиков и субтропиков. У них есть период покой небольшой, но он условный. Поэтому, если вы хотите увидеть пышное цветение ваших растений в зимний период, чтобы у них были зеленого цвета насыщенные листья, просто обеспечьте их дополнительным досвечиванием. Для этих целей подойдут даже фито-лампы эконом-варианта. И можете пересаживать, черенковать и делать все, что вам захочется. Наверное, у каждого любителя домашних растений есть свой рецепт грунта, который показывает хорошие результаты. Это бегония из магазина, конечно, ее выращивали профессионалы, а эту бегонию в прошлом сезоне я вырастила из семян. И даже несмотря на то, что за окном сейчас метель, она давно меня радует пышным цветением. Хотя сейчас этого быть не должно. И растет она именно в таком грунте, а значит, я делаю его правильно. Я никогда не приобретаю специальный грунт для пересадки бегонии. Считаю это уловкой производителей, поэтому беру обычный, проверенный, качественный торфяной грунт. На 5 литров грунта я вношу 2 литра биогумуса. Обязательные добавки к почве разрыхляющие – это вермикулит и перлит. Они сильно пылят, поэтому при работе с ними в обязательном порядке надевайте маску. Чтобы пыль быстрее осела, воспользуйтесь опрыскивателем. Я внесла пол-литра вермикулита и пол-литра перлита. Причем желательно вносить эти компоненты не по отдельности, а вместе, потому что у них разное действие. Вермикулит не разлагается, на нем не поселяются гнилостные бактерии. Он немного раскисляет и содержит микроэлементы. Перлит не содержит никакой питательной ценности, но он способствует капиллярному распределению влаги. То есть рядом частички, и от одной частички к другой идет влага. И не получится так, что снизу будет болото, а сверху все пересохнет. В этом его ценность. И самый главный ингредиент, он будет отвечать за питание, за стабильное питание, за полноценное питание. И происходить это будет в течение 100 дней. Это 100% натуральное органическое удобрение. На один средний горшок нужно 2 мерных ложечки этого удобрения. Ну или на глаз горсть. Я зачитаю вам состав этого удобрения. Мука соевая, ферментированная мука рыбная, жимых рапсовая, жимых подсолнечника, мука люцерна, перьевая мука, мука костная, миласа, морские водоросли, гидролизированный белок, дрожжи. Здесь азота 3%, фосфор 5% и калий 2%. Состав просто потрясающий. И формула, и удобрения это уникальное. Аналогов на рынке пока не существует. На дно горшка в качестве дренажа я стараюсь использовать циолит. Насыпаем слой почвы. И извлекаем растения. Кришки здоровые, и это уже хорошо. При пересадке бегонии самый главный момент – это не заглубить корневую шейку. То есть пересадите на том же уровне, как бегония росла в горшке. Досыпаем почву с удобрением. В воду для полива я добавляю микробиологический препарат на основе полезных бактерий. Чтобы не дать развиваться патогенной микрофлоре, к тому же бактерии еще быстрее переводят органическое питание в доступную для растений форму. Все готово. Такой вот мой идеальный способ пересадки бегонии в зимний период. Не забудьте поставить ее под агролампу и ни в коем случае не пересердствуйте с поливами. Если не верите, что мой способ идеальный, через некоторое время могу показать вам свою бегонию. Чувствовать она себя будет отлично. Поэтому не бойтесь. Пересаживайте и кормите с удовольствием. Organic Mix удобрение Биотонус для роз и цветов. А у меня вновь в гостях Александр Телегин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть к вам вопросы. Сейчас это удобрение становится популярным, потому что оно на 100% натуральное. Я читаю состав и вижу здесь большое количество ингредиентов. Вы их где берете? Мы ищем ингредиенты по всей России. Занимается целый отдел поиском каждого источника сырья. У нас 64 источника сырья, 48 ингредиентов. Примерно, чтобы выбрать одну костную муку, мы отбираем 30 источников сырья. Делаем анализы и выбираем только самую питательную. Зачастую мы делаем визит на предприятие, откуда получаем сырье. И с главным инженером корректируем технологию для того, чтобы получить самое качественное сырье с точки зрения агрохимии. Вот так. То есть вы даже пытаетесь контролировать чужое предприятие таким образом? Да, и они нам помогают, потому что видят, какой колоссальный результат они могут дать. Самое главное, что все, что здесь находится, это российское производство. Да. Александр, в линейке есть удобрение гранулированное. Здесь написано, что можно добавить и хватает приблизительно на 100 дней. Но есть также удобрение вот такое жидкое. Чем они отличаются? Как их чередовать правильно? Они отличаются тем, что здесь гранулированное сухое, оно пролонгерного действия. А здесь органическое жидкое, оно быстрого действия. И если их сочетать, мы получаем такой бомбический эффект. Мне это очень важно знать. И я так поняла, заправила при посадке розы, почву, и несколько месяцев в почву могу ничего не добавлять. А два раза в месяц я даю вот это жидкое удобрение. Да, и вы получите отличный результат. Линейку натуральных удобрений Organic Mix спрашивайте в магазинах вашего города. Продолжение следует...